Излишество не к месту, так думают поклонники стиля минимализм. Все должно быть сдержано и очень функционально. Хозяева этой квартиры обратились к теме минимализма неспроста. Молодая пара, приверженцы простоты в дизайне, пришли к специалистам с просьбой разработать модный и одновременно спокойный стиль интерьера. Идея интерьера была поставлена заказчикам, была обусловлена тем, что очень большие помещения, ограниченный бюджет, поэтому выбран стиль минимализм. Светлый пол, светлые стены, белый потолок. Мы находимся в комнате, которая совмещает с одной стороны гостиную, с другой стороны кухню. И акцент выделен на эту белую стойку. Эта стойка разделяет пространство кухни, где выполнен свой пол, с пространством гостиной, где уже более мягкая, более домашняя обстановка. Для отдыха, расслабления вечернего. Минималистский интерьер светлый и свободный. Все здесь четко выдержано и гармонично сочетается между собой. Цвета используются спокойные, мягкие и пастельные. Текстиль умело подчеркивает очарование интерьера, при этом создает уют и камерность в домашней обстановке. Одним из пожеланий заказчиков было объединить гостиную с лоджией. При такой планировке, объединяющей большую комнату и лоджию, необходимо большое внимание делить шторам. Их очень грамотно выбрать, потому что, с одной стороны, они должны подчеркивать домашний интерьер, с другой – закрывать большой витраж. Вот тут очень такая современная фактура, переливающаяся больше даже характерно для хай-тека. Оконный прием на кухне закрывает горизонтальные шторы, при этом с вертикальной фактурой в коричневых томах, в которых венги, в которых оформлена вся кухня. Многое в малом – вот девиз современного минимализма. В спальне есть все необходимое, однако на первый взгляд так и не скажешь. Дело в том, что мебель берет на себя несколько функций. Шкафы снабжены системами хранения вещей, тайниками для постельного белья и одежды. При этом мебель занимает минимум пространства. Эта спальная комната продолжает, отражает в полной мере общий стиль выраженной всей квартиры. Это светлые стены, светлый пол, темный пилинтус, темные двери. Акцентом является, конечно, мебель. Это вот спальная кровать, прикроватные тумбочки, бадуар. Очень чепетильно подбирали данную мебель. Она должна быть из одной коллекции, гармонировать с уже подобранными ранее дверьми, которые, кстати, были одни во всей квартире. Должны понравиться заказчику и быть очень удобной, без острых углов, хорошо открываться. Прямо из спальни мы можем попасть в очень хорошую ванную комнату с встроенной душевой кабиной. Ванная комната также поддерживает коричневый и светлый тон. Это старались применить во всем, например, в комбинации плитки и коричневой затирки. Новомодное веяние, просторное гардеробное. Огромное количество шкафчиков и ящиков дало возможность вместить все самое необходимое и даже больше. В самой дальней части квартиры предусмотрена вот такая огромная гардеробная. Место как для зимней, летней одежды, так и для спортивного инвертаря и каких-то мелких домашних вещей. Переверженцы минимализма ищут индивидуальные пути в дизайне. Предельная лаконичность, четкий порядок, строгие прямые формы. Такой стиль интерьера подойдет людям, знающим, чего они хотят и как этого добиться. Домашний текстиль А также сопутствующих аксессуаров. Приходите улице Минжинского, 2В. Перезвоните 383-88-47, 343-02-52. Оделочные материалы, используемые в проекте от компании «Эльметр». Создание практической функциональности с эстетикой форм и материалов. Комплексный подход к созданию интерьера. Вас ждут по адресу улица Крылова, 27, первый этаж. Телефон 278-96-36.